Ну а мы продолжим утренний эфир полезным интервью. Итак, в сети то и дело появляются новости, вроде мошенники придумали новый способ кражи денег. Но часто методика одна и та же. Социальная инженерия, с помощью которой и жертв выуживают конфиденциальные данные. Центробанк в 2019 году рассказал, чтобы украсть деньги, преступникам, как правило, достаточно знать фамилия, имя, отчество и номер телефона. И частые утечки данных из крупных компаний и банков только облегчают им задачу. 70% мошеннических действий против частных лиц в 2019 году связаны как раз с социальной инженерией. По закону банк должен вернуть деньги, если вы сообщили о краже в течение суток и не нарушали правила безопасности. В частности, не сообщали мошенникам код из СМС, CVC-коды или другие личные данные о счете. Если вы все-таки это сделаете, банк, скорее всего, не вернет вам украденные средства. Это будет уже работа правоохранительных органов найти преступников. От телефонного мошенничества никто не застрахован. Почти треть россиян в 2019 году признали, что они или их близкие лишались из-за него денег. А каждый десятый терял крупную сумму денег. Но только 4% опрошенных обращались в полицию, чтобы привлечь преступников к ответственности. На эту тему поговорим более подробно с нашим гостем в студии Кирилла Сипчук, прокурор города Хабаровска. Кирилл Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Какие у нас случаи мошенничества фиксируются чаще всего? У нас фиксируются случаи, скажем так, распространенные по Российской Федерации. И связаны они прежде всего с тем, что в нашу жизнь активно внедряются информационные технологии. Почти у каждого есть банковская карточка. Почти каждый пользуется онлайн-сервисами всевозможными. Соответственно, это стало, скажем так, обыденной стороной нашей жизни. И мошенники этим очень активно пользуются. То есть практически сейчас большинство мошеннических действий переместилось в информационную сферу. И, соответственно, граждане от этого очень сильно страдают. А вот какие схемы они придумывают? Схемы всевозможные. Есть такие уже, которые используются несколько лет. Появляются какие-то новые постоянно. Вот буквально вчера только, значит, совершено преступление, скажем так, ну, сводки просматриваю о совершении преступлений. Значит, новое, нечто новое появилось. То есть человек делает заявку на сайте, допустим, там, банки, РФ, допустим, грубо говоря, на получение кредита. Значит, и, соответственно, в ожидании, что ему кто-то должен позвонить с какого-то банка и предложить. Уже поступает звонок от мошенника. Значит, мошенник ему предлагает, говорит, да, вам одобрен кредит. Ну, необходимо, значит, там вот вам заплатить за комиссию, за страховку. И перечисляются денежные средства. То есть, соответственно, кредиты человек никакого не получает. Ну, денежные средства свои переводит. Но при этом ведь есть, получается, информация у них из банков, что человек подал заявку, да, на кредит, получается? Ну, получается, да. Либо фейковый сайт это создан уже изначально. То есть, соответственно, мошенник получает доступ к личным данным. То есть, есть телефон, есть потребность гражданина. Вообще, в принципе, вот если говорить о схемах мошенничества, то у мошенника задача какова? То есть, прежде всего, в основном два варианта. Либо человека испугать сразу, либо чем-то заинтересовать. То есть, либо поступает звонок о том, что необходимо, ну, допустим, как говорят представители службы безопасности банка, говорит, сообщает гражданину о том, что с его картой производятся какие-то подозрительные действия, ну, чтобы еще эффект усилить, что в другом городе вообще, допустим, там, в Хабаровске, да, вам говорят, вот в Самаре активность вашей карты. То есть, человек сразу в шок впадает, как Самара, я здесь, карта у меня в кармане, там что-то происходит. То есть, говорит, наверное, это все идет атака на ваш счет, нужно срочно перевести деньги на другой. То есть, человек, находясь в таком состоянии, естественно, не все могут трезво рассуждать, да, и, скажем так, обладать холодным разумом в этой ситуации. И поддаются на уловки, переводят на заранее подготовленные счета. Часто очень мошенниками используются, так называемые, вот, Яндекс.Деньги, Киви-кошелек, то есть там, где сложнее их отследить. И, соответственно, деньги уходят. Вот помимо приведенного вам примера, что еще должно насторожить человека? Человека, прежде всего, когда вот поступают такие, особенно от сотрудников банка, ну, необходимо в обязательном порядке, то есть, закончить этот разговор и самому связаться самостоятельно уже со своего телефона, со службой либо безопасности банка, либо на горячую линию позвонить. Потому что сейчас используются такие технологии, что если раньше мошенники брали, скажем так, телефонные номера, похожие на телефоны банка, да, вот у нас, ну, всем известные там, которые короткие там и всевозможные, то сейчас есть технологии, компьютерные программы, которые позволяют, набрав с любого телефона номер через эту программу, значит, у вас в телефоне высветится номер банка, который мошенник хочет. А вот говорят, даже нельзя говорить «да», «нет», потому что могут записать мошенники твой голос и потом в дальнейшем использовать уже при звонках банка. Ну, есть такие моменты, да, то есть, всегда, когда вам поступил вот такой звонок, необходимо в первую очередь связаться с банком самостоятельно. Бросаем в трубку, перезваниваем своему банку. Да, сказать извините мне сейчас некогда, то есть, тут же перезвонили, потому что именно вот мошенников задача не дать, не отпустить вас. То есть, до того момента, пока вы не поразвели те операции, которые ему нужны. То есть, вам предлагают сразу, допустим, может пройти к банкомату, ввести определенную комбинацию цифр, то есть, при этом заговаривают, соответственно, вы не вполне понимаете, что вы делаете. То есть, многие потерпевшие у нас потом говорят, я вообще не понимал, что я делал. Вот раньше жертвами чаще всего становились пожилые люди, а сейчас достаточно часто и молодежь. С чем это связано? Ну, я уже говорил, это связано с тем, что, значит, у нас вот, как бы, правоохранительные органы выделяют, скажем так, два основных вида мошенничества, это контактный и бесконтактный, да. То есть, контакты, когда к вам вот домой пришли, там представились сотрудниками, там к бабушкам в основном они любят ходить, социальных служб, значит, у нас последние факты были, гастролеры так называемые, то есть, они от нас поехали в находку, потом их уже там в Томске видели. Значит, и предлагают там либо поменять деньги, либо под предлогом, значит, там каких-то выплат и иных средств, то есть, завладевали деньгами, которые в наличной форме хранятся у граждан пожилого возраста. То сейчас, соответственно, аудитория с электронными деньгами, да, с безналичными у нас значительно широкая, и, соответственно, мошенники этим пользуются очень активно. Причем потерпевшими у нас становятся не только, значит, лица пожилого возраста или там, ну, скажем так, не обладающие какими-то там познаниями, у нас становятся и сотрудники правоохранительных органов, и сотрудники муниципальных и государственных органов. Поэтому никто от этого не застрахован. Поэтому нужно быть все-таки внимательными, более осторожны к этому относиться. Ну и если вдруг все-таки стали жертвами, обращайтесь, конечно, в правоохранительные органы. У нас был в студии Кирилл Осипчук, прокурор города Хабаровска. Спасибо большое.